Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в My Summer Car. Сегодня мы закончим с кузовом, точнее начнем и закончим, и потом нужно думать, будем ли мы работать сначала, потому что сейчас нам денег не хватает на покраску. Нужно решить, либо мы работаем, в двух местах высасываем дерьмо, таким образом мы накапливаем необходимую сумму и уже передаем автомобиль механику. Он там все настраивает и также перекрашивает. Либо мы прямо сейчас отдаем тачку механику без покраски и покупаем баллончики обыкновенные в магазине. Ржавчина, конечно, останется, вся эта коррозия и так далее. И цвета подходящего нет, к сожалению, в продаже у Василия. Так что, не знаю, наверное, мы все же с вами поработаем, потом немного накопим бабло и только потом будем уже отгонять машину к механику. Блин, без музыки как-то совсем не то. Неуютно, что ли, себя чувствуешь? Даже как-то грустно. Давайте, знаете, что сделаем? У нас же радио работает в автомобиле. Будет монозвук, конечно, но всяко лучше, чем без музыки вообще. Так, нужны радиостанции где-то здесь. Так-то лучше, друзья, совершенно другое дело. Игра сразу преображается. Это, кстати, максимальная громкость. Чего-то тиховато, но да ладно. Ну что ж, а мы начинаем сборку кузова. Сначала закрутим багажник. Кстати, задний свет прекрасно функционирует, и я удивлен, как задние фонари не отвалились, когда мы устраивали тест-драйв, потому что я же их не прикрутил до сих пор. Так, ну что ж, давайте брать, собственно, багажник. Дверца багажника. Сразу возьмем двери, крылья и капот. Так, а капот я взял. А, капот же у нас, друзья, служит столом. Вот и настало время разобрать этот стол, распрощаться с ним. Так, выкладываем все-все. А, подождите! Оказывается, все это время магнитофон был у меня в инвентаре. Я-то думал, что мы его просрали. Блин, хорошо, что в этом плагине сохраняется все, что находится в инвентаре. Я думал, мы благополучно его просрали. Вы, наверное, в предыдущей серии уже написали сотню сообщений о том, что магнитофон у меня в инвентаре. Но так как я снимаю наперед, предыдущие и предпредыдущие серии вообще еще не вышли. Так, ну ладно. Благо-благо я решил открыть инвентарь, засунуть туда что-нибудь, воспользоваться им. И таким вот образом мы обнаружили, что магнитофон был всегда с нами. Он совсем рядом. Ближе, чем я думал. Так, ну ладно, приятная новость. Сразу настроение улучшается. Я точно максимально громко сделал. Погнали тогда. Погнали тогда заниматься кузовом. Сейчас нам необходим ключик на 6 и 4 болта затянуть на багажнике. Устанавливаем. Давайте сразу перетащим сюда кейс. Я думаю, свет можно выключить в гараже. Вроде более-менее светло, несмотря на те тучи, которые сгущались здесь прямо над моей головой. Но сейчас уже немножко сместились. Так, берем ключ на 6 и начинаем, друзья, закручивать наш багажник. Сейчас автомобиль примет свою последнюю форму финальную. Вмятины, конечно, никуда не денутся. Блин, кстати, у механика придется также выпрямление кузова заказывать. Либо можно немного забузить, как мы раньше это делали, и удалить один файл из сохранения. Таким образом избавить себя от лишних трат. На выпрямление. Да еб твою мать. На выпрямление кузова. Как же я люблю пиксель-хантинг. Просто обожаю. Так, кстати, пить очень хочется. Но я думаю, мы немножко потерпим. Так, что мы дальше прикрузим? Давайте, собственно, фонари. А, они просто устанавливаются. Они, кстати, вообще не прикручиваются. Я совершенно про это забыл. Так что ничего удивительного, что они не отвалились. Они просто устанавливаются, и на этом все и заканчивается. Окей, давайте тогда продолжим с заднего бампера. Я его не взял, не перетащил. Он до сих пор валяется где-то в гараже. Да, вот все бампера. Также, я думаю, мы поставим сразу гоночную решетку эту. Или для прохождения технического осмотра нам нужна стоковая решетка. Я на самом деле не уверен, друзья. Да и, честно говоря, стоковая выглядит получше, по-моему, даже. Ну-ка, давайте выйдем на свет. Такое ощущение, что эта решетка вообще убитая. Здесь, конечно, надпись GT. Модно, стильно, молодежно. Но эта решетка получше явно. Выглядит она отполированная. Так что, наверное, мы стоковую все-таки поставим, друзья. Мне она больше нравится, больше симпатизирует. Бампер мы взяли. Давайте вот сюда выкладывать. Берем задний. Вот он. И закручиваем его, по-моему, на два болта. Так, сейчас посмотрим, каким ключом. Два болта ключом на восемь. И то же самое касается переднего бампера. Окей. Берем ключик на восемь. Сейчас надо хлебнуть будет водички. Давайте сначала прикрутим бампер. Один болт вот здесь вот. И второй с противоположной стороны. Смотрите, как преобразилась тачка. Почти закончили, почти закончили. Осталось уже совсем чуть-чуть. И нужно потом, как мы совсем разберемся со сборкой, так я попить хотел, совсем разберемся со сборкой, нужно было где-то прибраться немного в доме, в гараже, и так далее. Очистить территорию от мусора всякого. Так, теперь мы берем передний бампер, устанавливаем и закручиваем его. Останутся у нас двери, крылья и капот. Ну и решетка. И фара еще передняя, которую я до сих пор не установил. Хотя пора бы уже. Можно и потом проверить. Так, подождите. Тут, кстати, разъем тоже остался какой-то. Может быть, я не до конца подключил фару. А, это, скорее всего, это, кстати, скорее всего для противотуманок. Разъемы дополнительные остались. Так, бампер мы присобачили, и передний, и задний. Теперь давайте устанавливать уже двери. Нам понадобится ключик на 10. И 4 болта с каждой стороны. Возьмем сперва ключ, как всегда. Ключ на 10. Так, двери куда я швырнул? Вот они. И давайте приступать к установке. Одна есть. Так, болты, я помню, где-то вот здесь вот были. Да, два сверху и два снизу, по-моему. Давайте присядем. Ну, вообще-то они, кстати, видны и здесь, с этой стороны. Так что лучше как раз-то именно с дверей начинать, а потом только переходить к крыльям. Все, болты закручены. Теперь мы берем вторую дверь. Это уже ее устанавливаем. Останутся крылья, останется капот. Так, я надеюсь... Твою мать, что происходит? Я надеюсь, не отвалился аккумулятор. Нет, аккумулятор стоит. Просто был такой звук, что как будто что-то еще дополнительно отвалилось. Но, видимо, это только дверь. Которая и была только что установлена. Так, все, найс. Теперь нормально вошла. Закручиваем четыре болта. Теперь берем ключ на семь и устанавливаем фары. Где они, кстати, валяются? Где-то, по-моему, справа в гараже. Или нет? А, нет, вот здесь вот, да. Берем фары, закручиваем ключем на семь два болта. Сейчас мы немножко покурим сперва. Прежде чем устанавливать фары, нужно выпустить пар. Выпустить дым изо рта, из легких. Предварительно его набрав, естественно. Все, устроили небольшой перекур. Можно продолжать. Надо, кстати, брызговики также установить. Они валяются у нас тоже в гараже. Выкладываем фары. Без разницы, с какой стороны какую фару устанавливать. Закрываем инвентарь. Так, ну и два просто здесь болта. Ключем на семь. Заворачиваются. Жалко, кстати, новые фары приобрести нельзя. Они в единичном экземпляре. Так, и вторая фара. Можно сегодня также и затестить тогда, правильно я все подключил или нет. Сейчас установим сразу решетку. Она, кстати, вообще прикручивается или нет? Или просто устанавливается? Да, прикручивается. Я вижу как минимум два болта. Два болта ключем на шесть. Ключик нам все-таки поменять придется. Погнали. Теперь берем ключ на шесть. И прикручиваем нашу решетку. Но это явно симпатичнее выглядит. Поблескивает на солнце. Как раз-то гармонирует с бампером. А это совсем какая-то гнилая. Ну, да. Выглядит она явно хуже. В принципе, тоже подходит для бампера. Он какой-то царапанный, заблеванный. С дерьмецом. Так, все, да. Я закрутил все два болта. И теперь мы можем уже переходить к капоту и крыльям. Так, какой ключ нам понадобится? Для крыльев нам понадобится ключ на пять. И пять болтов нужно закрутить потом, в дальнейшем. Опять же, сперва лучше устанавливать именно крылья, чтобы болты были видны. Они вот здесь вот сверху торчат. Давайте сразу их второе крыло прикрепим. Здорово. Я надеюсь, ничего не отвалилось. Противоположное крыло, например. Давай. Так, все нормально. Противоположное крыло целое. Теперь берем ключик на пять. И уже заканчиваем и с крыльями. Так, пять. Пять болтов. Здесь сверху три. И, видимо, два где-то еще. Сейчас найдем. Сначала закрутим эти сверху. Скорее всего, где-то внизу, спереди. Оставшиеся два болта. Где-то вот здесь. Да, вот один болт. Так, вот второй хер знает где. Может, он все-таки сзади где-то еще. Рядом с дверью, например. Не уверен. Ага, снизу. Все-таки сзади болтов никаких нет. Ну и то же самое мы проделаем с противоположной стороны. Ну и последний штрих в нашей композиции. Это капот. Устанавливаем и закручиваем крючком на шесть. Четыре болта где-то спереди. Нужно их нащупать. Вот один есть. Где-то рядышком второй с этой стороны. Хер знает где. Так, ладно. Придется окунать голову, так сказать. Вон вижу еще один, по-моему. Или это тот, который я только что прикрутил? Вот еще один. Нет, это тот, который я прикрутил. Значит, еще один. Где-то рядом. Блин, как же неудобно, твою мать. Можно на ощупь попробовать найти. Так, а если я сейчас открою капот? Он упадет. Давайте попробуем. Я вот так вот приоткрою. И аккуратненько. Не, нормально, нормально. Тогда изи. Так, вот и второй сверху. Он был. И с другой стороны то же самое. Тогда беру свои слова обратно. Все удобно и замечательно сделано. Все, друзья, вот мы и закончили с кузова. Ничего я вроде как не забыл. Бампер присобачил. Остались у нас только брызговики, которые не прикручиваются никак. Просто накладываются. Давайте их сейчас закрепим. По-моему, не важно, какой брызговик куда. Или важно. Да, важно. Так, это у нас фронтальный левый. Нам нужен фронтальный правый. Вот он, фронтальный правый. Задний левый, задний правый. Размещаем. И вот теперь можно точно с уверенностью сказать, что мы закончили, друзья. Наш шедевр готов. Вы только посмотрите на эту красоту. Надо было, кстати, уровень масла еще проверить. Но да ладно, мне кажется, там все отлично. Или все-таки... Или все-таки надо перепроверить. Ладно, давайте откроем капот и проверим уровень масла. Так, возьмем щуп. Все в порядке. Масло не вытекает. Масло в хорошем состоянии. Не черное еще. Так что можно вздохнуть, друзья, спокойно. Давайте проверим еще фары. Работают ли они. Ну, должны работать, мне кажется. Или нет. Работают, работают. Все в порядке, друзья. Ближний и дальний. Замечательно. Светят. Можно вырубать. Ну и все. Осталось решить. Осталось решить, будем ли мы работать сперва. Чтобы хватило нам на покраску нашего автомобиля. Либо просто так пригоним тачку. Можно, конечно, и самому заняться настройкой. Но боюсь, я дерьмово настрою. И что-нибудь непоправимое случится с нашим двигателем, например. И в любом случае придется ехать в дальнейшем к механику. Для того, чтобы он отремонтировал двигатель за какую-нибудь безумную сумму. Так что лучше, наверное, все-таки у механика мы настроим. Посмотрите, какая красотка у нас получилась. Практически, как с конвейера сошла. Ржавчину бы убрать. И лобовуху помыть. Когда разработчик уже добавит возможность мыть стекла. Тогда тачку можно будет, наверное, действительно привести в состояние новой. Некрашенной, небитой. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok